ДИСКЛЕЙМЕР 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 ДИСКЛЕМЕР 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 Здравствуйте! Пока Electronic Arts из последних сил пытается возродить серию Need for Speed, я прямо сейчас похороню вашу веру в доброе, разумное и вечное. Ну, погнали. На твои похороны. Сегодня в выпуске. Видеоигры опять во всем виноваты. Гендерные угрозы в Borderlands. А Йеннифер ищет способ выжить Геральта из сериала. Погнали. Хулиганы. Но сначала о том, как выжить из вашей жизни, задержки изображения с фризами и выжать из любой игры максимум удовольствия. Мониторы LG серии UltraGear созданы специально для гейминга. И знайте, это ловушка. Полного погружения в игровой процесс вам не избежать. Ультракачество заряжено динамическим контрастом, а на заряженной пушке игроков еще и накрутилась функция прицела. Найти вражен в темноте поможет стабилизатор черного. Ну и широкому монитору широкий спектр цвета. Максимальная цветовая толерантность. Не прикопаться. Вы лучше копните под видео. Там ссылка в описании. Но вернемся от железяк в жести. Крупнейший американский сетевик Walmart верноподданически отреагировал на речь Трампа об искоренении насилия из местной культуры. Из магазинов тут же выпилили рекламу видеоигр с жестокими сценами. А вот совсем не виртуальные стволы почему-то оставили. Видно, натуральный огнестрел Walmart за символы насилия не считает. И очень зря. В Канаде вот парочка тинейджеров застрелила сразу трех человек, а потом скрылась в лесу. Девчонки, вы что? В лес собрались? Хотя и тут виноваты оказались игры. Натурально, как вы играете. Дескать, оба любили выживалку Раст и могли из нее всякого понахватать. Только с выживанием как-то не сложилось. Я знаю. Знаю. Малолетних убийц нашли мертвыми в глухой чаще. После таких историй кое-где решили бить на упреждение. Некие шутники вызвали в дом, где живет чемпион мира по Фортнайту, полицейский спецназ, сказав, что там скрывается вооруженный преступник. Гости вломились аккурат во время стрима, но хорошо хоть никого не убили. С другой стороны, профилактика. А то вдруг пацана обуяет жажда насилия и строительства. В недавнем трейлере Борды нас познакомили с сильным, независимым роботом Флаком. Который вместо кошек обзавелся зверятами по убийственни. Эй, чувак! Чувак! У этого монстрячника выявилась нетривиальная гендерная характеристика. На самом деле он, совсем не он и даже не она или оно, а они. Что? Да. Логика и практическая информация здесь, видимо, неприменимы. Но это полбеды. Модератор официального форума предупредил, что упоминание данного робота в любой форме, кроме «они», будет воспринято как оскорбление по половому признаку со всеми вытекающими. Ну, все понятно. Ну а что, в конце концов, может быть имя им «Легион», а никакой не «Флаг». Что-то явно не в порядке с нашим обществом. Что-то явно не в порядке со всей этой брехней. А вот еще один казус. Отношения Твича и свинтившего оттуда ниндзи обострились после того, как в разделе рекомендаций на бывшем канале стримера появилось видео для взрослых. Серьезно? Твич как бы намекал, мол, долюбили они этого ниндзю вместе с его перебежками. Тот, разумеется, оскорбился. Твич в качестве извинений временно отключил рекомендации на всех каналах и напомнил зрителям, что платформа все-таки не Твич-хаб. Ну, пока. Да, конечно. 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 От плохого к жуткому. Хоррор «Мэн оф Мэдан» от создателей, нашумевшей «Антил Доун», открывает свои леденящие пучины. На этот раз авторы отправляют группу приятелей не в пресловутый домик в лесу, а на борт огромного корабля-призрака. В программе круиза «Мертвецы» и «Психические расстройства». Но самое интересное, что в игру можно играть в кооперативе и от лица разных персонажей видеть разные сцены происходящего. Герои снова окажутся не в руках судьбы, а в руках, которые держат контроллер. Будет возможность как спасти дерганую компанию, так и угробить всех. В лучших традициях интерактивных ужастиков. Ссылка приглашения в кошмарное плавание под кормой в описании. Но будьте бдительны. В конце концов, на судне творятся всякие ужасы, а кого-то могут даже сожрать. Может, не надо, Шурик? Нет. Надо, Федя. Надо! А вот и хорошие новости. Тираж «Секиры» вплотную приблизился к четырем миллионам копий. И это делает ее второй по успешности игрой от From Software после третьей Dark Souls. Ждем «Элдер Ринг» и новых очередей за болью и страданием. Хе-хе, бой! Список актеров сериального «Ведьмака» пополнил мальчишка Тристан Руджери, который сыграет Геральта. Но не Супермена Геральта, а Супербоя, его детскую версию. Охренеть! Меж тем, сериальная «Енифер» заявила, что новая адаптация не так зациклена на «Ведьмаке», как книги и игры. Из вращения понеслись голопом. Эй, еще какие? Эдак дойдут до того, что из второго сезона его вообще уберут. Кстати, в русской версии на озвучку Геральта не позвали знакомого по играм Всеволода Кузнецова. Это, б***ь, что такое было? Похоже, Netflix настроен всерьез угробить всю затею. А теперь традиционная киберпанковская рубрика. Дизайнер игры зачем-то заспойлерил главную цель героя. Ви, оказывается, желает вырваться из Найт-Сити и найти себе лучшую жизнь. Для этого он или она ищет чип бессмертия. А находит Джонни Сильверхэнда, отношения с которым и сформируют концовку игры. Ну и теперь осталось только рассказать обо всех концовках, и играть будет не обязательно. Нет! Нет! Разработчики второго «Маунт энд Блейда» по-прежнему не сообщают дату релиза. А вместо этого рассказали, как изменится система осад. Прежде чем штурмовать крепость, придется сперва разбить лагерь, а затем построить осадные машины. Но можно обойтись и без них, так как замки разрешат брать измором. Видимо, схожую тактику в отношении игроков выбрали и сами разработчики. Ждем новостей из Gamescom'а и по привычке готовимся к худшему. Нет-нет-нет, вы что, так нельзя! На эпиков снова подали в суд. Причем сами игроки. Причиной послужила брешь в защите серверов, что позволило хакерам поживиться личными данными игроков в Fortnite. Теперь компенсацию через суд требует более сотни человек. Говорят, эпики были предупреждены об уязвимости, но не приняли меры. Эксклюзивные раздолбай! А вот вам эксклюзивный слух. 12 февраля следующего года Sony официально представит PlayStation 5. Говорят, что первыми на новой консоли будут показаны Ghost of Tsushima и Last of Us 2. Да, обе выйдут не только на четвертой плойке, но и на пятой. И нет, Death Stranding в этом списке нет. Тут, кстати, снова пошла молва, что эта игра выйдет и на ПК. Кодзима гений. А слабо сбацать свою психоделику и на свитче. Все ждали Сэма Фишера на E3, но не дождались. И, собственно, не дождетесь. Ubisoft с новой Splinter Cell не торопится, но намекает на возможный анонс в будущем. Мол, игроки получат продолжение, но в каком виде, непонятно. И плохая новость тут, в хорошем вопросе. А вдруг мобилка? А вот в чем я точно уверен, так это в ваших комментариях. Уверен, это будет улет. Стас Гусаров пишет. Борис, моя жена сказала, что у вас неприятный голос. Вы физически отвратительны, вы умственно отсталны, морально вы ниже всякой критики, вы вульгарны, бесчувственны, эгоистичны, вы глупы. Нет у меня больше жены, Борис. Стас, надеюсь, что она жива. Вероятно, ваша жена посмотрела предыдущий выпуск новостей. Причем с девятой минуты. Там по причине преступной халатности допущен брак по звуку. Кто-то там все-таки есть. Эй, кто-нибудь дома? Я спрашиваю, эй, кто-нибудь дома? Вы передайте ей, если она жива, что меры приняты. Виновная жестоко наказана. Эндрю Эмигот пишет. А где девушка из телеги? Все, уехала? А может и не уехала, Эндрю? Может вы теперь на нее с другого, так сказать, ракурса смотрите? Ну-ну-ну-ну-ну, сори! Блокадовец пишет. Здравствуйте, Борис Аронович. У меня тяжелая игровая лихорадка. Метаюсь от одной платформы к другой. Как лечить? Спасибо. Блокадовец, надеюсь, что это не железнодорожные платформы. Попробуйте хорошие слабительные. Появится третья платформа. Вас это немного отвлечет. Ну вот как-то так. Массово топырим лайки, расписываемся под подпиской и получаем прописку на канал. Радуемся звону колокола. Вконтакте всех плохишей чертят, ждет отдельный котел с интересностями. А в нашей телеге теперь не только тепло и приятно, но и полезно. Мы запустили телеграммный конкурс и разыгрываем 40 крутых игр. Заглядывайте по ссылке в описании и тащите. А я затащу через недельку. До встречи. Пока. На случай, если не свидимся. Добрый день, добрый вечер и доброй ночи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»